Майкл Нанкин В то время сценарист только что потерял работу и от него ушла жена. Вот тут-то Майкл и решил вылить все, что у него накипело на душе в тот момент, на бумагу. Ох и досталось же героям в первоначальном варианте сценария. По первоначальной задумке ребята были более озорными и шкодливыми и даже отрывали пойманным мотылькам крылья. Дыра же во дворе в первом варианте сценария была не от дерева. Друзья выкопали ее сами, пытаясь докопаться, до Китая. Прикол с Дерой в Китай сценарист взял из детства, когда они с другом пытались прокопать насквозь землю до самого Китая. Но упавший в яму садовник подал в суд и затею пришлось прекратить. Кровавость первого сценария заключалась и в том, что маленькие демоны должны были захватить весь город и даже присутствовали целые кровавые сцены расправы над соседями. А внешний вид главного демона был, мягко говоря, настолько отвратительным, что достаточно сказать о том, что в основном он состоял из внутренностей и крови. В конце концов сценарий был переписан, и студия с радостью дала зеленый свет на съемку этого полудетского фильма ужасов. Ставить картину Майкл Нанкин по своему сценарию хотел только сам. Но студии и продюсеры наняли режиссера венгерского происхождения Тибора Такача, который и снял фильм в том виде, каким мы его знаем. По сюжету двое мальчишек по глупости, любопытству и стечению обстоятельств выпускают из адских глубин на землю зло в виде забавных, но очень злобных существ. Осложняется все тем, что взрослые в отъезде, в доме вечеринка. А между тем, маленькие существа – лишь часть проблемы, которую предстоит решить, возможно, ценой жизни или потери рассудка. Тибор Такач снял очень успешный фильм «Лента окупилась с лихвой». В картине свою одну из первых серьезных ролей сыграл Стивен Дорф. Лента, несмотря на кажущуюся серьезность, более походит на страшную сказку в стиле зубастиков или гремлинов. Атмосферности и зрелищности карте не хватает, и для аудитории будет самое то. Замечу для аудитории, еще не испортившей себе окончательно психику, лентами ужасов, основанными на кровавых увечьях крупным планом. Немного о монстрах. Спецэффекты в картине «Врата» курировал Рэндалл Уильям Кук. Для маленьких чудовищ он использовал технику съемки, широко применявшуюся в 50-60-х годах, когда была довольно-таки популярна в кино тема гигантизма. Кстати, опыт Рэндалла был успешно перенят в работе над «Властелином колец», где в одном кадре нужно было показать и мелких хоббитов, и людей. Над «Властелином колец» Рэндалл также работал, но в основном по части анимации компьютерных моделей. А в ленте «Врата» мы можем увидеть его стоп-моушн-работу в виде финального гигантского демона, чей дизайн и каждое отточенное движение реально приковывает к себе внимание. В киноленте есть визуальные эффекты, которые до сих пор смотрятся с удивлением, так как отдаешь себе отчет в том, что это не компьютерная графика. Хоть сказочности в фильме полно, рейтинг дает о себе знать, ведь жуткие образы, показанные в фильме, придуманы были отнюдь не для того, чтобы рассвешить зрителя, а слегка попугать, удивить и сопереживать герою, который, несмотря на свои юные годы, оказался далеко не робкого десятка. Отпор нечисти юный Стивен Дорф дал по полной программе, предотвратив гибель близких, да и отменив Армагеддон в целом. Играют юные актеры в фильме свои роли вполне сносно и без переигрываний в стиле Яроваша. Кинолента приятно радует глаз хорошей цветовой палитрой и качественными аудиоэффектами. История в первом фильме так всем понравилась, что спустя три года свет увидела продолжение. Повторить успех первой части фильм, увы, не смог и поэтому канул в лету. К сожалению, кроме качественной стоп-моушен анимации, больше продолжение ничем удивить не смогло. Спустя какое-то время, уже в начале двухтысячных, пометуя о достойно встречной ленте, как у зрителей, так и у критиков, был даже запланирован ремейк в набиравшем тогда моду 3D. В основу даже хотели положить первоначальный жесткий сценарий. А демонов должен был придумать великий гигантс Гигер. Но проект так и остался проектом. Гигер уже никогда ничего не придумает, да и поезд с историей про дыру в земле и храбрым мальчиком уже далеко ушел. Или никогда не говори никогда.